Итак, представьте, вы на деловой встрече, и ваш потенциальный партнер, кажется, соглашается с каждым вашим словом. Он смотрит прямо на вас и качает головы, как китайский болванчик. Не хочется вас расстраивать, но похоже, что вашему партнеру совсем не нравится то, что вы говорите. Последите за языком его тела. Это позволит вам понять, что человек думает на самом деле. Например, брови. Если у собеседника брови приподняты и закруглены, то ваш рассказ вызывает у него удивление. И чем выше подняты его брови, тем более он удивлен. Кроме того, приподнятые брови говорят о том, что перед вами открытый человек, и вы ему нравитесь. Если брови опущены и сведены, и между ними собрались вертикальные складки, будьте осторожны. Человек злится на вас. Когда человеку грустно, внутренние уголки его бровей сведены вместе и приподняты. Поддержите его, ему это очень нужно. Глаза. Если собеседник смотрит вверх и вправо, не верьте его словам. Скорее всего, он что-то придумывает вам в ответ. Он смотрит вверх и влево, тогда тут другая история. В этом случае он пытается что-то вспомнить. У человека, который постоянно смотрит вниз, скорее всего, низкая самооценка. Или он нервничает или испытывает чувство вины. Еще один признак нервозности или дискомфорта — это когда глаза стреляют из стороны в сторону. Расширенные зрачки указывают на романтический интерес или на страх. А эти эмоции зачастую идут рукообраку. А вот если зрачки сужены, остерегайтесь, человек злится на вас. Морщинки у внешних уголков глаз — это хороший признак. Они отличное доказательство того, что человек смеется искренне. Если человек смотрит вам в глаза дольше обычных 7-10 секунд зрительного контакта, и особенно если не мигает, не стоит доверять его словам. Если ваш собеседник закрывает глаза, таким образом он пытается защититься от вашего разговора. Простите, но ему точно не нравится ваша компания, и он хочет перестать вас видеть. Губы Сжатые губы зачастую признак отрицательных эмоций от злобы до неодобрения. Приподнятый уголок рта говорит о сильных эмоциях, таких как презрение или даже ненависть. Если собеседник начинает покусывать губы, остановитесь. Он нервничает и пытается успокоиться. Сжатые челюсти говорят о том же. Для вашего собеседника разговор идет в неприятном направлении. Опущенные уголки губ указывают на то, что человек чем-то опечален, даже если он утверждает, что это не так. Если во время разговора человек что-то покусывает, например, дужку очков, это указывает на то, что разговор его напрягает, и он пытается успокоиться, но не может. Кисти рук Если собеседник касается своей шеи, это может быть инстинктивной попыткой защитить себя. Очевидно, что ему некомфортно. Прикосновение к носу — это признак того, что вам лгут. Скорее всего, человек проверяет, не растет ли у него длинный нос, как у Буратино. Если человек ковыряется в носу, то велика вероятность, что у него там козявка, и это его беспокоит. Ладно, я это только что придумала, но это правда. Пряча руки за спиной во время разговора, человек невольно выдает свое намерение что-то утаить от вас. Собеседник проводит рукой по волосам — о-ля-ля, он флиртует с вами или просто чувствует себя комфортно в вашей компании. Если же собеседник играет с волосами или держит их в руке, это не очень хороший признак. Таким образом, он пытается заполнить неудобную паузу или успокоить нервы. Когда человек снимает с одежды воображаемые волосы — это признак отрицания. Вашему собеседнику не нравится то, что вы говорите, но он не высказывает это прямо, потому что боится обидеть вас. Постукивание пальцами по столу — это инстинктивная попытка чем-то занять себя, когда вы расстроены или нервничаете. Потирание рук — это позитивный знак. Это все равно, что сказать, наше сотрудничество будет выгодным для нас обоих. Руки. Скрещенные руки на груди — признак того, что человек пытается защититься от всего мира, и в частности от своего собеседника. Наверное, вы его сильно напугали. Если руки скрещены за спиной, то это уже говорит совсем о другом. Злость превращается в спокойствие, и человеку больше нечего бояться. Рукопожатие. Если при рукопожатии собеседник берет вашу руку обеими руками, он показывает, что вы можете ему доверять. Если человек кладет свою ладонь поверх вашей руки, то показывает свою симпатию к вам, но только если это происходит сразу. А вот если вы уже жмете друг другу руки, и в этот момент он решает положить свою руку сверху, тогда он показывает, кто здесь главный. Если вашу руку держит снизу, это говорит о том, что человек всегда готов прийти вам на помощь. Если во время рукопожатия собеседник вторгается в ваше личное пространство и касается вашего локтя, плеча или других частей тела свободной рукой, это указывает на то, что ему одиноко. Вам решать, как отреагировать на такой жест. А вы замечали, как вы обычно жмете руки? Напишите в комментариях. Движение тела. Если во время разговора собеседник неожиданно наклоняется к вам, это очень хороший знак. Особенно, если его ладони открыты и повернуты к вам. Это инстинктивная попытка сблизиться с вами. Если же человек наоборот отклоняется, то это обратная реакция. Он не хочет с вами сближаться. Если он делает это в сидячем положении, скорее всего ему скучно и некомфортно с вами. Человек стоит с прямой спиной и отведенными назад плечами – это позиция силы, которая словно говорит «я здесь главный». Таким образом он пытается занять как можно больше пространства и показать свою значимость. Сгорбленные плечи говорят об обратном. Вы боитесь занять слишком много места, потому что не уверены в своей роли в этом разговоре. Небольшой совет. Никогда не сутультесь. Людей с хорошей осанкой находят более привлекательными и их чаще продвигают по службе. Если кто-то кивает при каждом вашем слове, не думайте, что он на 100% согласен с вами. Это лишь означает, что ему важно ваше мнение о нем. Может быть, он боится показать свою некомпетентность. Скрещенные ноги в сидячем положении выглядят очень привлекательно, верно? Добавьте к этому поигрывание туфлей, и вы получите спокойного и расслабленного человека, который хочет привлечь ваше внимание. Еще один хороший признак – это отзеркаливание. То есть, когда собеседник подсознательно повторяет все ваши жесты. Например, наклоняет голову или скрещивает ноги так же, как это делаете вы. Таким образом, он пытается сблизиться с вами. А еще ему нравится то, что он видит и слышит. И, наконец, если ваш собеседник высунул язык, засунул большие пальцы в уши и растопырил остальные, походя на полу безумного лося, значит, ему 9 лет или меньше. Или вам нужно потрудиться, чтобы наладить с ним отношения. Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. А вот еще крутые ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа и присоединяйтесь к Эдми.